Здравствуйте! Легенда футбола против эстрадных исполнителей. На Анжи-арене прошел дружеский матч. Идею провести игру предложил генеральный директор Махачкалинского Анжи Сергей Кораблев. А вот как завершилось противостояние, знает Раисат Юсупова. Такого даже Анжи-арена еще не видела. Столько знаменитых футболистов на одном поле. Руслан Агаларов, Нарвик Серхаев, Будун Будунов и другие звезды Анжи против команды Артист. Здесь и легенды футбола, и легенды эстрады. Идея сыграть такой матч пришла генеральному директору Анжи Сергею Кораблеву. Сегодня мы обещаем, что каждый день, который будет в следующем году и наступающем сезоне, будет направлен на то, чтобы в поле были поджидны, завоевывал все новые и новые высоты и прославлял Дагестан. Первый гол забил Будун Будунов, вызвав бурную реакцию болельщиков. И Будун Баскалинский! Хотя матч товарищеский, никто друг другу не думал уступать. Как скажут позднее футбольные критики, команды не стали играть в полноги, а выдали футбол качественный, серьезный, интересный. Дважды пробил ворота соперника и Нарвик Серхаев. Еще один гол забил ветеран Анжи Карим Пахрудинов. После матча спортсмены признались. Соскучились по футболу. Спасибо всем болельщикам, всем такой праздник организовали, всем нашим, да, дагестанским болельщикам, семьям нашим. Победу в товарищеском поединке со счетом 4-1 одержали звезды Анжи. Гол в наши ворота забил Егор Титов. Дмитрий Булыкин признается, мог бы сыграть и лучше. Результат, конечно, не устраивает, говорит он, но и не расстраивает, ведь это товарищеский матч. К сожалению, только игроков Анжи было больше в три раза, поэтому они могли чаще меняться. А наша команда немножко подустала. Ну и не реализовали пару хороших моментов, в том числе я. Это и сыграло свою роль. Но праздник сделали для болельщиков, для региона. И поздравляю Анжи, что вышли в премьер-лигу. В команде артиста – певец и композитор Виктор Салтыков. Весь матч он просидел на скамейке запасных. Зато потом, во время концерта, бегал по полю, словно наверстывая упущенное. Я в запасных сегодня просидел всю дорогу. Мне было не тяжело, я переживал только и все. После матча для зрителей и футболистов устроили праздничный концерт с участием популярных российских исполнителей. Раисат Юсупова, Фатима Назаралиева, Расул Дибиров и Юсуп Газиамаров. Время новостей. На футбольных полях спортклуба «Спарта» поселка Красноармейск прошел турнир по футболу на призы нападающего футбольного клуба «Анжи» Махачкала Шамиля Асельдарова. Идею спортивного праздника осуществила общественная организация молодежи Тляратинского района. В массовых состязаниях приняли участие более 400 футболистов. Победители и призеров определили по олимпийской системе. Чемпионом турнира стала дружина Ас-Салам, а второе и третье места соответственно заняли команды Ибрагим Атар и Тлярата. Почетными гостями турнира стали действующие известные спортсмены и политики. Команды разного уровня. Почему? Потому что мы впервые его проводим. И мы на данный момент не знаем, кто на каком уровне играет. То есть у нас как бы ознакомительный такой турнир между собой. Но в дальнейшем это, конечно, нам придаст и опыта, и уверенности. И мы будем уже совершенно по-другому реагировать на все события. То есть мы будем реально уже знать, какая команда как выглядит. Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые, взявшись за руки, организовали этот турнир на призы выдающегося нашего мастера Шамиля Асельдарова. Давайте еще раз поприветствуем его имя, поприветствуем выход нашей народной команды Анжи. В элиту нашего футбола мы вновь вернулись. Я уверен, что именно такие турниры, они будут давать возможность жить нашему народному футболу, массовому футболу. Победа хозяев ринга в Кизлярском районе завершился шестой всероссийский турнир надежды Дагестана по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт» на призы олимпийского чемпиона Сагида Муртазалиева. Главным событием турнира стала матчевая встреча между кикбоксерами-профессионалами России и СНГ. В ходе предматчевой пресс-конференции прошло взвешивание бойцов. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Дуэль взглядов, взвешивание бойцов и не всегда удобные вопросы журналистов. Пресс-конференция в лучших традициях мировых промоушенов расставила все точки над «и», предматчевая встречи между кикбоксерами-профессионалами России и страной СНГ. Поддержать спортсменов пришли представители местной администрации. Наверное, если бы кикбоксинг был олимпийским чемпионом, у нас было бы несколько чемпионов. И мы очень рады приветствовать и сделаем все, чтобы пребывание на кизлярской земле было достойным. Матчевые встречи предшествовали два любительских поединка. В первой победитель первенства мира 2014 Раджадуллах Ахмедов был намного точнее чемпиона России 2015 Исыха Айбулаева. Следом Ислам Магомедов, который также является обладателем золотой медали первенства мира, явно превосходил обладателей Кубка Кавказа Алима Мевлютова. Битком забитый зал среди болельщиков. Первый замглавы администрации Кизлярского района Гирей Гаджи Магомедов, замминистра спорта Гаджи Мурат Магомедов, представитель Миноборнауки Лариса Калмыкова и президент Федерации смешанных боевых искусств ММА СКФО Абдулкерим Айгунов. Организаторы и гости обменялись памятными подарками. Матчевую встречу кикбоксеров-профессионалов в разделе «Фулл контакт» открыли двукратный чемпион России, чемпион Европы Магомед Саидов и восьмикратный чемпион Азербайджана, финалист чемпионата мира Зохраб Азимов. В пятом раунде бойцы устроили настоящее побоище. Однако судьи отдали предпочтение Саидову, хотя и соперник оставил достойное впечатление. Гостеприимный народ, дагестанки. Особый кизляр для меня остался так вот... Для меня они подарили позитивные эмоции, позитивные, так скажем, энергетику я получил от них. Честно говоря, мы много в странах были с моим тренером, с Хаким Гаджиевым. Здесь они нам подарили теплоту. Вторая пара. Лисовая категория до 71 килограмма. Россию представляет чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Евразии среди профессионалов Рамазан Розаков. Его оппонент, украинец Артем Савенко. Двукратный чемпион Украины по кикбоксингу, чемпион своей страны по боксу и финалист Кубка мира. Ожидали более зрелищного боя. Однако Розаков уже во втором раунде дважды, как говорят боксеры, уронил украинца. Врачи посоветовали прекратить поединок ввиду явного преимущества кизлярского кикбоксера. Рефери предложение поддержали. Мы ехали сюда, потому что мы знали, это наши первые конкуренты, можно сказать, в спорте. Мы встречаемся с ребятами из Кизляра на всех чемпионатах мира, на чемпионатах Европы. Мы хорошо знаем ваших бойцов. Это сборная России. И практический опыт поединка, это лучшее, что можно было взять. Последний поединок профессионала. В ринге чемпион Европы, обладатель Кубка мира, чемпион Евразии среди профессионалов Башир Таждинов и кикбоксер из Казахстана Асет Мерлан. Двукратный чемпион своей страны и обладатель Кубка мира. Бойцы провели все отведенные пять раундов. Достойные соперники, однако решение рефери Таждинов был более точнее. Спасибо спортсменам, представителям команд, как нашей школе, так и представителям команд СНГ. Они выложились. Видно было, каково желание их выиграть. Бои были принципиальные. Поверьте мне, удовольствие получило огромное. Праздник этот сегодня состоялся благодаря усилиям нашего депутата Народного собрания Республики Дагестан от Казахстанского района Муртеза Леонид Магомедовича. Ему огромное спасибо. Я думаю, эти детишки, которые были сегодня здесь, благодаря этим профессиональным боям, уверен, что у кого-то загорится искорка и постарается быть таким же чемпионом, таким же бойцом. В состязаниях всероссийского турнира «Надежда Дагестана» также первенствовали кикбоксеры Кизлярского района, спортсмены Республики Ингушетии. Вторые, третье общекомандное место у представителей Чеченской Республики. Иногда слова не имеют смысла, потому что сегодня был прекрасный бой. Матадор показал, что он может претендовать и на серьезные бои на мировом уровне. И сегодня я бы хотел от имени министра спорта Республики Дагестан Магомеда Юсуповича поблагодарить администрацию Кизлярского района. Потому что это огромный труд. И вообще, это такой сегодня праздник города Кизляры, в котором объединилась молодежь вокруг спорта. Турнир завершили традиционным награждением победителей среди призов, медали, кубки и грамоты.